МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ежегодно готовятся какие-то молодежные форумы. Расскажите, куда молодежь Ненинского округа сможет поехать в этом году? Вообще сразу хочу отметить, что не обязательно ехать куда-то, можно остаться в Ненинском автономном округе, и тоже активно и интересно провести лето. А форумы — это образовательные различные форумы всероссийских, международных и межрегиональных уровней. И с каждым годом количество форумов растет. Возможностью наших молодежи представить себя, получить какое-то образование, получить грантовую поддержку на форумах тоже увеличивается. И в этом году расскажу сначала о традиционных форумах, которые у нас есть. Первыми, да, ребята, сейчас у нас отправятся 24 июня на окружной форум Северо-Западного федерального округа, это форум «Ладога». Традиционно там у нас поедет самая большая делегация, форум проходит в одну смену. Форум проходит, третий год уже будет проходить с участием губернаторов. В этом году стала темой форума это межрегиональная, региональная политика. Если в прошлом году больше говорили о патриотическом воспитании, был юбилей победы, то в этом году будут говорить о регионах. И даже будет такое мероприятие, как День регионов, который посетят все губернаторы, а в это время ребята представят свои регионы. Кроме этого, форум будет посвящен, естественно, волонтерству, добровольчеству. Также, значит, будет год кино отмечен, который у нас в этом году проходит. И так как Ленинградская область в этом году проходит год семьи, то и немало внимания будет уделяться семьям. И наш регион не стал исключением из всех регионов Северо-Запада. Наш регион также представит молодая семья. Всего на форум отправится 14 молодых человек в возрасте от 18 до 30 лет на самые разные смены. Это и творческие, и волонтерские, и молодые профессионалы. Плюс в этом году площадку у нас... Одна из площадок будет посвящена молодежному самоправлению, молодежным выборам. И у нас пять человек от молодежно-избирательной комиссии также будут принимать участие в этом форуме. Вот такая насыщенная программа, такие вот серьезные мероприятия. Как определялись претенденты на участие в этом форуме, чтобы достойно представить наш регион? Ну, сразу скажу, да, отбор шел теперь с этого года на все форумы, которые проходят по линии Рост молодежи, на все окружные форумы, межрегиональные. А со следующего года планируется, что даже и на региональные форумы, в том числе и на наш региональный молодежный форум, который проходит в декабре, отбор ведется через единую систему Российской Федерации, АИС-молодежь. Для того, чтобы попасть на форум, молодой человек прежде всего должен себя зарегистрировать, заполнить там анкету, рассказать вообще о своих уже достижениях, которые он сделал, рассказать о своих увлечениях, об общественных организациях, с которыми он работает, вообще, что ему интересно. Затем после регистрации он может выбрать хоть все форумы, что он поедет на там. Там представлен большой спектр всех форумов, которые проходят летом на территории Российской Федерации. Но идет, во-первых, электронный отбор, во-вторых, в Росмолодежи работает большая группа людей, которые занимаются отбором. Все, что мы можем сделать от нашего региона, если мы раньше участвовали в отборе, рекомендовали специальный рекомендательный список, что мы считаем, что лучше направить вот этих людей, а у нас работала специальная комиссия, то в этом году Комитет по делам молодежи, КДМ и в других регионах могут только поставить «за» или «против». Если «за», то рассказать, почему «за», чем этот молодой человек себя проявил. Если «против», то тоже рассказать, чем он себя не проявил. То есть мотивировать каждое решение. Да, принимает решение, принимается решение все равно на уровне федерации. Если форум окружной, например, как Северо-Западного федерального округа, то там решение принимает непосредственно Оргкомитет, и там они уже больше советуются с нами. Но, как правило, мы уже за месяц знаем, кто у нас поедет. Желающих участвовать в форумах уже довольно много. Порядка, ну, больше ста человек от Ниньского округа точно воист молодежь зарегистрированы, а в общей сложности представят наш регионный форум на форумах в этом году где-то около 30 человек. То есть количество форумов увеличилось, но квота снизилась. Об этом чуть позже. Еще один, еще два форума, которые у нас уже тоже стали традиционными. Это форум Таврида в Крыму. Это форум для творческой, активной, яркой молодежи и плюс для педагогов, которые занимаются историей и общественными науками. Форум пройдет в Крыму в 6 смен будет с 1 июля по 16 августа. У нас в этом году на каждую смену форума только квота 1 человек. То есть всего мы на Тавриду отправим 6. Зарегистрировалось, естественно, больше. Таврида проходит уже третий год. Затем еще один форум, который стал своеобразной заменой Селигеру. Хотя Росмолодежь говорит, что все форумы заменяют Селигер. Там было много направлений, а эти форумы, они больше такие целенаправленные. Это территория смыслов на Клязьме. Этот форум проходит второй год. Во Владимирской области ему уделяется такое особое внимание, потому что он проводится при содействии администрации президента. Он будет проходить с конца июня по конец августа. 8 смен. Смены тоже самые разнообразные, но там больше это молодые преподаватели, молодые ученые, люди, которые достигли каких-то уже успехов. Традиционно на этот форум на предпоследнюю или последнюю смену приезжает президент, чтобы пообщаться с молодежью. И хочется отметить, что, например, на этом форуме как раз тоже есть направление медиа, и молодые журналисты нашего региона, которые уже себя заявили, также могут принять участие в этом форуме. Единственное, что хочется сказать, что регистрация уже практически вот на вот эти названные Ладогу, она уже закончена. Территория смыслов и Таврида тоже уже прям подходит к концу. Там можно буквально вскочить в последний вагон уходящего поезда и зарегистрироваться уже только на последние смены, но не факт, что уже получится. Вот сейчас возникнет вопрос, а когда же начинается регистрация, чтобы успеть всем желающим? В этом году регистрация началась довольно рано, с середины марта, на какие-то форумы даже с 1 марта. Информацию мы все размещали и в соцсетях, потому что у нас молодежь сейчас больше в соцсетях сидит, работаем с ними через соцсети, плюс работали с общественными организациями, с образовательными организациями среднего профессионального образования. Затем еще одно из условий в форумах, это не обязательно, тоже есть такое условие, что человек должен как-то себя проявить на региональном молодежном форуме, заявить о себе, может быть, разработать какой-то грант, проект. И поэтому по итогам форума декабрьского 2015 года «Наследники Победы» у нас был ряд молодых людей, которые очень себя достойно проявили. Мы с ними тоже работали, они тоже регистрировались, заявлялись, и вот кто-то из них прошел. То есть, еще раз повторяю, что все-таки отбором занимается Федеральное агентство по делам молодежи. Также надо отметить, еще у нас есть одна традиция, это Балтийский Артек в Калининградской области. Очень хороший форум, наши ребята каждый год в нем принимают активное участие, но, к сожалению, в этом году поменялся формат форума. Если раньше у нас квота было до 10 человек, то в этом году только один. Форум в этом году пройдет в конце июля и посвящен вообще, скажем так, к педагогике, образованию. Участниками могут стать молодые учителя, молодые педагоги, педагоги-организаторы, социальные педагоги и так далее. Для них будет разработана специальная образовательная программа по внедрению уже вот, новых вещей, которые будут в образовании с 2016, с начала с сентября 2016 года с учебного года снова. Еще один форум, который у нас второй год есть, квота, который самый дальний от нас форум, это форум Итуруб, проходит на одном из островов Сахалинских. Там в этом году уже не две смены, три смены. Форум будет проходить с 6 августа по сентябрь, но на этот форум довольно сложно поднять, потому что там очень тоже завышенная планка, и все три смены будут посвящены Дальнему Востоку. Как правило, квота нам выделяется, ребята у нас регистрируются, отбор пройти пытаются, но больше все-таки туда поступают ученые, студенты, общественные деятели, какие-то сотрудники каких-то организаций, которые все-таки работают в сфере, связанной с Дальним Востоком и занимаются Дальним Востоком. Но надеемся, что может быть в этом году нас представят. Хотя в этом году также был уже в феврале форум Арктика, который, казалось бы, был посвящен северным арктическим регионам, должен был проходить в Мурманске, проходил все-таки он во Владимирской области. И хочется что сказать, что очень сложно было нашему представителю попасть на этот форум. Хотя он соответствовал всем условиям, всем заявкам, и но вот очень высокие требования, то есть со всей России отбирается 200 человек и не обязательно ты должен жить в арктическом регионе, но может быть у тебя есть какие-то идеи. Но тем не менее у нас ездил Сергей Уваров, он очень достойно нас представился. О Ниньском округе, ну, мне кажется, уже знают все, кто, и даже те, кто раньше путали нас с Ямалом-Ниньским округом, уже перестают. Или вообще не знал, где такой находится регион. Да, и перестают путать, уже знают, что Ниньский автономный округ это север европейской части России, северо-восток. Вот это уже приятно. То есть то, что наши ребята ездят, во-первых, им дает то, что они образовываются, во-вторых, то, что есть для них какие-то возможности, для региона возможности гранта. И также они достойно представляют у региона, рассказывают о своем регионе, чтобы нас уже ни с кем не путали. Это все форумы выездные, либо есть еще какие-то? Нет, есть еще один новый форум Евразия, который будет в сентябре, посвящен странам Евразии. И вот если раньше, да, тоже еще особенность этих форумов в этом году начали с Евразии, решили перенести на все, раньше были на каждом смене международные, на каждом форуме международные смены, куда приезжали ребята с других государств, и там язык вот этой смены был английский. В этом году было принято решение. Почему наши ребята, когда едут в другие страны, должны разговаривать или на языке той страны, или хотя бы на английском. Поэтому принято решение, что все смены, которые международные, в том числе форум Евразия, который будет проходить для всех представителей евразийской молодежи, будет официальный язык русский. Ну, на территории России, поэтому русский язык. Да, будут допускать ребят из других государств, которые знают русский язык. У нас на форуме Евразия квота один человек, и там есть ряд определенных условий, то есть это должен быть представитель какой-то народности, которая живет в Нинском автономном округе, и он ярко должен себя позиционировать, он должен представлять свою народность, он должен представлять общественную организацию, которая занимается этой народностью. Сейчас идет регистрация, и ребята у нас регистрируются. И наши два соседних форума, любимых, на которых наши ребята ездят каждый год, это в Архангельской области, команда 29, и в Коми, и на Ватик, и Крахаль. Там традиционно один человек в Коми, и два человека в Архангельской области. Вы ранее сказали, что в этом году снижена квота. Я сижу и держу этот вопрос в голове, потому что крайне интересно, почему? Ну, причин много, да. Во-первых, требования к инфраструктуре форумов поменялись. Это, получается, дополнительные затраты. То есть обязательно должен быть Wi-Fi на всей территории, обязательно ребята должны иметь возможность выйти в интернет не только с телефонов, но и с компьютеров. Они должны иметь возможность в каком-то кул-центре написать, если что, свой проект распечатать, иметь возможность связи с миром. То есть требований очень стало много к этим форумам. В соответствии сократилось количество участников форумов, и поэтому в соответствии с тем, что всё-таки раньше смотрели регион и давали на регион, теперь смотрят на количество молодёжи, проживающей в регионе. А для ни для кого не секрет, что в нашей России Нинский автономный округ на первом месте по количеству, по самому маленькому количеству молодёжи. У нас на сегодняшний день 10 тысяч, не на сегодняшний день, поправлюсь, на 1 января 16-го года 10 132 молодых человека проживают. Хотя радует, что по сравнению с 15-м годом количество увеличилось. В 15-м году было 10 044 человек. Вот мы сейчас поговорили про образовательные форумы, а есть какие-то форумы, где ребята могут проявить себя в плане, например, поисковых работ, ухаживания за какими-то памятниками? Ну, это тоже традиционное мероприятие для нашего региона. Мы знаем, что на территории нашего региона боевых действий во время Великой Честной войны не велось. И большинство наших людей, которые ушли на фронт, они воевали в Карелии, в Мурманской области. И каждый год представители наших поисковых отрядов, патриотических клубов выезжают в Мурманскую область на благоустройство территорий, то есть благоустройство памятников наших захоронений, наших земляков. И в этом году точно так же поедут в Мурманскую область и решаем вопрос по Карелии. Если будет возможность, то тоже постараемся ребят отправить в Карелию. Первая группа — это у нас военно-патриотический клуб «Поиск», посёлок Красное. Отправляются уже вот сейчас, буквально 10 июня, в Мурманскую область, чтобы заниматься этими работами. И сразу оговорюсь, так как там могут быть у нас и несовершеннолетние ребята, поэтому поисковые работы там они не ведут, они занимаются именно благоустройством. Если поисковые работы, там специальный допуск, специальные разрешения много. Вот если, например, для примера возьмём Карелия, в прошлом году наши ребята ездили, там это было всё согласовано, там это велось на уровне региона, согласовано вообще со всеми структурами, и поэтому вот там допуск есть. Вот в Мурманск они едут просто благоустраивать территорию захоронений. Как сказали вы ранее, есть квота, не вся молодёжь Ненецкого округа сможет посетить форумы, проходящие за пределами нашего региона. Что будет предложено молодым людям здесь, в Ненецком округе, для того, чтобы они провели своё лето с пользой? Ну, у нас летом в этом году сильно оно от прошлогоднего лета не отличается. Точно так же молодые люди могут себя занять, например, подзаработать денег, а могут образовываться. У нас ранее проходил всегда в Тельвиске молодёжный лагерь творческий. С этого года мы решили, что посоветовались с ребятами, и это было ещё одним из решений молодёжной, одной из площадок, творческой площадки на форуме нашем региональном. Посоветовались с руководителем Тельвисочного дворца культуры, Галина Александровна, она не отказала. Мы решили, что в этом году у нас всё-таки будет уже не лагерь, а молодёжный межмуниципальный форум творческий, Телискарт, название остаётся, и там будут ребята собираться творческие с различных муниципальных образований, приедут преподаватели из Москвы, и они будут работать как раз в том направлении, как организовывать, проводить мероприятия для молодёжи, и не только для молодёжи, но и детей. И следует отметить, что мы вообще сейчас в молодёжной политике, не только в нашем регионе, в целом по России мы стараемся уходить от того, что надо развлекать молодёжь. Если хочет, молодёжь развлекать может себя сама. А больше направлено на то, чтобы их образовывать, организовывать, чтобы они не только проявляли себя как лидер, лидер — это всё-таки не тот, кто я, 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 он везде там первый, да. А лидер — это прежде всего человек, который ведёт за собой, который вокруг себя образует какое-то общество, и который заявляет не только о себе, но он начинает там со своей, этой общественной организации, потом край, регион, страна в целом. Вот сейчас ведётся такая работа в целом не только в нашем регионе, но и по всей стране. Какие ещё будут организованы в Ненецком округе? Может быть, слёты, форумы, что-то ещё? В этом году у нас традиционно «Патриотический слёз звезда» для представителей военно-патриотических клубов, а также там у нас будет несколько человек. Это ребята, которые состоят на учёте, да, в комиссии по делам несовершеннолетних. И хочется сказать, что вот когда они приезжают туда, на эту площадку с такими ребятами, которые прям вообще патриоты уже и везде участвуют и всё делают, у них меняется мировоззрение. В прошлом году разговаривали, они говорят, как здорово, оказывается, не сидеть за компьютером целыми днями, а жить в лесу. И, то есть, им проводили там всякие игры совместно с МЧС, совместно с УВД, и квесты различные поисковые, игры а-ля «Зорница» и так далее. У них вообще было море впечатлений, им очень понравилось. То есть, вот в августе традиционно проходить слёт «Звезда». И ещё одно традиционное мероприятие – это около Коткина, деревни Литково. Туристко-краеведческий тоже слёт в этом году. К сожалению, в этом году участниками по ряду причин станут только представители Коткина и Индики. Вот, но как бы работа ведётся. Кроме этого, хочется сказать, что не надо там нашим ребятам обязательно что-то предлагать. У нас очень много молодёжи, не только студенческой, но и работающей молодёжи, они входят в различные общественные организации. И, например, они… Сейчас у нас весной был конкурс грантов. Ряд организаций выиграли эти небольшие гранты, будут реализовывать, уже сейчас реализуют, кто-то уже заканчивает, кто-то будет реализовывать летом различные проекты. Также они будут активно участвовать в мероприятиях. Ещё одно новшество лета этого года – то, что День молодёжи. Он будет проходить в этом году уже не в формате такой развлекательной площадки, как это было обычно, а немного по-другому. У нас каждый год в декабре проходит и будет проходить ярмарка детских молодёжных объединений, где объединения рассказывают о себе. Она зимой, поэтому она проходит в «Лидере», и такой возможности развернуться нет. В этом году мы попробуем День молодёжи провести немножко в другом формате, и он будет проходить на площади Мороцей 26 июня в 16 часов. Мы приглашаем всех. И там наши общественные организации, те, кто не уехали, те, кто остались, они будут иметь возможность показать себя, рассказать себя, устроить какие-то занятные, там, различные площадки по занятости для молодёжи, для детей. Кроме этого, будет концертная программа, но она будет отличаться не тем, что там будут артисты дома культуры, там и других организаций культуры, а там будут выступать как раз представители молодёжных объединений, различных молодёжных субкультур, то есть и битбоксеры, и брейкдансисты и так далее. Там же будут работать наши диджеи, которые занимаются в школе диджеев при молодёжном центре. Ну, то есть помещение даёт молодёжный центр, ребята, это своя у них организация. Программа будет самая разнообразная. И в случае не очень хорошей погоды, если там будет холодно, дождь, ураган, как в прошлом году было на День молодёжи, то у нас в планах, уже мы договорились с Дворцом культуры Арктика, что День молодёжи тогда будет проходить в Арктике на всех трёх этажах, чтобы всё-таки наши некоммерческие молодёжные организации, как зарегистрированы, так и нет, могли себя представить и рассказать молодёжи о себе. Цель такая не только о себе рассказать, но, может быть, и привлечь других. Потому что, ну, кто-то просто не знает, что есть такое. Вот, кстати, да, есть молодёжные организации. Действительно, молодёжь, которая не варится в этой среде, но хотела бы себя как-то проявить, да, стать полезным, где она может узнать информацию о молодёжных организациях, как она может зарегистрироваться? Ну, во-первых, да, вот мы проводим ярмарку, вот теперь вот мы в таком формате, а-ля ярмарка, хотим провести День молодёжи. Во-вторых, информация о молодёжных организациях есть на сайте молодёжнического автономного округа, там можно посмотреть, там некоммерческие организации. Кроме этого, мы сейчас работаем над реестром, то есть у нас есть официальный реестр в Департаменте региональной политики. Там организации, которые официально зарегистрированы. Мы ведём реестр детских и молодёжных объединений, общественных объединений, которые не зарегистрированы. То есть сюда входят не только вот такие вот общественные организации, сюда входят и патриотические клубы, и организации школьного самоуправления и так далее. Вот этот реестр тоже в скором времени будет размещен, чтобы знали, куда можно войти. Ну вот как бы День молодёжи — это один из способов привлечения молодёжи. Ну люди знают, что сегодня День молодёжи, значит, что-то должно быть. Они придут, увидят. Вот там вот одни будут, другие — третий. Ещё что хочется сказать, что кроме того, что Дня молодёжи, у нас есть очень интересное объединение, ему уже больше года. День молодёжи — это клуб «Моторика». Это ребята, которые в хорошем смысле этого слова помешаны на технике. На сегодняшний день они занимаются в помещении гаража молодёжного центра, но им всем старше 18 лет, поэтому тут никаких ограничений нет. И они делают вообще очень интересные вещи, занимаются сварочными работами, мотоциклы собирают и так далее. Они себя тоже представят. И как правильно сказать-то? Вообще у нас в последнее время, в связи с таким сложным бюджетом не только в регионе, но и по всей России, мы сейчас стали привлекать больше спонсоров. И наше мероприятие, например, даже фестиваль ЗОЖ, он проходил без копейки бюджетных денег, он проходил полностью в рамках энтузиазма ребят, общественных организаций и спонсоров. И вот ищем такого мецената, скажем так, даже слово «спонсор» здесь немножко неуместно, для нашего клуба «Моторика», может быть, активно, конечно, занимается этим Данила Николаевич, молодежный центр, но пока вот никакого такого помещения, отапливаемого, теплого, большого, где ребята могли бы там и сварочные работы везти, и машину туда затаскивать, и мотоциклы, это должен быть какой-то большой гараж. Мы пока ничего не нашли. Еще можно отметить, что в течение 2015 года центру были переданы два помещения. Одно здание находится в Малом Качкарте, это одно из помещений бывшей авиастанции. Там сейчас у нас будет база патриотических клубов, в том числе, и также и скауты туда. Они там могут, имеют возможность хранить вот весь свой инвентарь, палатки, там спальники и все остальное. Плюс там есть площадка на улице, где можно проводить занятия, например, по той же строевой подготовке. Потому что летом вот те ребята, которые не уезжают, они с удовольствием ходят, занимаются. И у нас есть еще на лыжероллерной трассе полоса препятствий. Там тоже интересные занятия для них проходят. И еще одно помещение, это бывшая лыжная база «Нордок», около Ниньинской школы-интернат. Сейчас там тоже проводятся работы. Там вот как раз у нас школа диджеев, фотостудия и Братина. И ребята вообще своими силами там, сами. Потому что мы им бесплатно даем, как бы молодежный центр наш предоставляет помещение для работы, для организации их деятельности. Но они сами бесплатно там себе делают ремонт, делают все, как им интересно, собираются и проводят какие-то там занятия. Вот если вернуться к форуму, чтобы уже завершить наш разговор, мы говорим о том, что ребята там получают какие-то знания образовательного характера. Кроме того, там разыгрываются различные гранты. Есть опыт такой, что, например, посетив форум, ребята вернулись и реализовали здесь какую-то идею. Конечно. Ну, не просто они съездили, да, там вот развлекались, что-то узнали для себя. Конечно. Во-первых, это у нас одно из условий. Мы стараемся, скажем так, что все равно не получается, что прям все приехали и реализовали идеи. Но смотрим, желательно, чтобы с каждым годом таких людей становилось больше. И вот ребята-патриоты, да, они возвращаются с форумов, они занимаются тем, что, ну, в патриотику уходят, клубы создают, еще какие-то направления реализуют, помогают, ну, в реализации политики. Потом молодыми семьями занимаются. Кроме этого, вот был проект «Все дома». К сожалению, он, ну, прекратился на уровне Российской Федерации, поэтому он как бы завершился и у нас. Но, тем не менее, вот после 2012 года он у нас успешно действовал, и наш регион был одним из самых таких ярких. Еще одно из направлений — это федеральная программа «Ты предприниматель». Молодые предприниматели у нас туда, которые ездят в рамках вот этой программы на форумы, тоже активно работают. И даже были гранты, проводила школа молодого предпринимателя в рамках гранта в прошлом году. Еще одно из направлений — это здоровый образ жизни, то есть работа ведется. Те, кто съездили, это вот у нас сейчас уже стали… В прошлом году мы еще не могли договорить, потому что был второй фестиваль. А сейчас уже считаем, что традиционный, потому что это уже был третий фестиваль ЗОЖ, массовый забег. В этом году появилось новое мероприятие, мы тоже надеемся, что оно станет уже не новым, постоянным. Это другой формат проведения дня борьбы с курением, потому что все-таки раздавать листовки на улицах, которые ему дали, там, волонтеры дали в руки, поговорили с человеком, а он пошел и выкинул эту листовку на урну, а то и просто на землю. Или меняем конфету на сигарету, такие акции. То есть надо уже все-таки больше показывать своим примером. Вы, например, тоже же, Мария, показали уже своим примером. Курить вредно надо, бегать. Вместе Наталья совершили этот забег и остались живы, слава богу. Еще я хочу сказать, уже уйду от форумов, потому что тут уже у нас вроде бы все понятно. Хочется все-таки проговорить про то, каким ребятам, таким образом у нас небольшое количество ребят, молодежи старше 18 лет, может заработать деньги. Трудоустройство молодежи сейчас занимается все-таки уже Департамент социальной защиты и здравоохранения, и Центр занятости, это, я думаю, тема их разговора. Мы, когда надо, оказываем свою помощь им. Мы занимаемся как раз педагогическими отрядами. У нас на сегодняшний студенческими отрядами, у нас дальше продолжают функционировать два отряда, педагогический и студенческий строительный. В этом году формат строительного отряда тоже немножко поменялся. Раньше ребята работали на территории заповедника Ненецкий на протяжении ряда лет. В этом году мы будем сотрудничать с Пустозерским музеем. И ребята будут заниматься работами на территории бывшего города Пустозерск, вот там, на территории памятника, вместе с совместно сотрудниками Пустозерского музея. Педагогический отряд – это очень тоже хорошее мероприятие, тоже возможность заработать деньги. Это такие, скажем так, мини-вожатые, что ли. Они работают, в прошлом году у нас были охвачены 15 населённых пунктов от Уськары до Шойны, то есть весь округ практически. В этом году мы тоже сейчас собираем заявления и стараемся, чтобы в каждом населённом пункте был такой вожатый. Они занимаются занятостью незанятых детей, то есть какие-то дети не ходят на летние площадки. Или у нас вожатые, как правило, работают июль-август. Какие-то дети не могут поехать с родителями в отпуск. Они просто на улицу гуляют и болтаются. И вот эти вожатые наши, которые входят в педагогический отряд, они организуют 3-4 раза в неделю, 2-3, там как удобнее. По 2-3 часа собирают их различные игры, конкурсы, походы и так далее. За это они потом получают зарплату. Мы им предоставляем необходимый инвентарь. Но это мероприятие проводится совместно с муниципальными образованиями. То есть потом, когда они нам отчитываются, кроме фото, видеоотчета и отчета на бумаге, они нам должны еще предоставить подтверждение от администрации, что они действительно делали. И главы тоже им помогают. То есть если у нас каких-то там средств, ну мы выдаем, например, какой-то определенный спортивный инвентарь и какую-то мелочевку на призы, то главы там уже более существенны, потому что они тоже заинтересованы в том, чтобы дети не портались летом. Это такое дворовое детское лето, но не просто вот рождение, а с пользой. Есть человек, который собирает вокруг себя молодежь. Что ж, Наталья, судя по всему, лето молодежное по количеству мероприятий обещает быть жарким, поэтому я желаю успехов в проведении тех мероприятий, которые пройдутся на территории нашего округа. И вы непосредственно курируете ту молодежь, которая выезжает за пределы нашего региона. И пускай побольше все-таки идей потом реализовывается здесь, в Нейнском округе, чтобы все могли посмотреть и оценить масштаб проводимых мероприятий. Спасибо большое. Спасибо, Мария. Это была программа «Актуальное интервью». Увидимся.